КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЛИГА 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 особо дальше не хочется ни про кого ничего говорить, но я как бы скажу, Грифон хард интел некоторые игры в мидгейме, когда он где-нибудь любит загулять, это была его основная проблема, и вот это нужно будет основной момент, который фиксить, потому что лайн фаза он стоит хорошо, и там и против флати, особенно в каком-то комфортном матчапе, он спокойно может выигрывать один на один, но вот потом вот по этой базе именно по ротациям и так далее, вот там вот у Грифона периодически бывают сильные проблемы, которые потом приходят к тому, что какие-то карты проигрываются, и возможно, условно говоря, если бы Грифон вот это вот пофиксил, допустим, еще в прошлом сплите, то я думаю, что Краукраут тот бы титул могли бы и забрать в целом, то есть понятное дело, что не только там вина какая-то Грифона и так далее, я не это имею ввиду, а в целом, что не хватало чуть-чуть Краукраут, вот каких-то точных улучшений, если бы кто-то там, допустим, степапнул, сыграл бы лучше, скорее всего, они бы тот финал забрали. Я бы озаглавил эту команду, это такой состав, каждому игроку из которого есть что доказать, потому что многие вернулись, и они хотят доказать, что они достойны, кто-то вернулся, чтобы показать, что он может и на тренере, кто-то вернулся для того, чтобы показать, что он не хардентит больше. Ну, тут скорее даже, наверное, у Грифона с Мутантом немного другая мотивация, потому что в какой-то степени они выходили в финал, Грифон два раза, Мутант, соответственно, один раз, потому что весной Кинзу выходил в финал. И здесь, наверное, все-таки больше мотивация в том, чтобы показать, что они действительно заслуживали этого финала, потому что они в какой-то степени были немножечко в тени. Мы там, условно, допустим, даже кастом хайпили, там Арман подхайпливал жесткого Макса очень много, я очень много подхайпливал Майти Дрэгона, Нон Холли тоже подхайпливал, соответственно, и они чуть-чуть оставались в тени, и, возможно, вот это вот, им не очень приятно было, что, допустим, какие-то заслуги их не замечали, и вот сейчас как раз-таки с новым составом, при том, что он там по персоналити, по личностям, по игрокам не слабее, допустим, Кракраут прошлого года, соответственно, доказать, что действительно они заслуживают того места, где они находятся. Давайте к их оппонентам переходить. Команда Control Play. Знакомый мне очень сильно, да? Тут вот как раз это для Микаила. Это для тебя специальный, так сказать, припас. Команда, с которой я действительно очень хорошо знаком, ребята из Московской премьер-лиги, очень сыгранная, опять же, я считаю, что команда Control Play в этом сезоне даже усиление получила, то есть, да, в плане личного скилла они, может быть, не будут сильнее, чем предыдущие ребята, но в плане сыгранности, в плане командной работы они проделали огромную работу, они выиграли два сезона премьер-лиги, если я не ошибаюсь, причем выигрывали о них уверенно, просто стомпили своих противников, практически всех. Конечно, не взяли Лесняка в команду Попкорнза, но Булли Макуайр тоже неплох. Ну, Булли Макуайр — это тот человек, вокруг которого все это все равно основывалось, да, но вот эта четверка, она такое ощущение, что повторяет путь команды БСГ. Как бы да, но как бы и нет. То есть, на бумаге, да, они выиграли две премьер-лиги, но мне кажется, в целом у меня ожидания от того состава Blackstar Gaming были намного выше, чем сейчас ожидания от КПТ, несмотря на то, что они тоже доминировали Тир-2 сцену, но, во-первых, касательно Булли Макуайра, хочу отдельный момент взять, потому что у него был такой образ некого безумца, я бы сказал, вот эту вот «Поцу и тебя идут дайвить» крип, который многие видели, где он там сидел, там нос клоуна себе красный на инструменте надевал и так далее. Сейчас я заходил на его трансляции, он стал прям намного более спокойный, рассудительный. Мальчик вырос, как говорится, и я, на самом деле, жду от того, что он покажет нам еще больше рост, при этом он и челленджер успел в этом сезоне апнуть. Да, конечно, он наспамил ксена там 100 с лишним игр, но в любом случае, как бы, апнуть челленджер, это уже достойно, учитывая, что не так много игроков в LCL, допустим, его аппали. И сейчас у нас на текущий момент где-то человек 6 или 7 как раз в ранге претендента, из них 4 туплейдера. Ну, в любом случае, несмотря на какое-то количество вопросов, которые к Team Spirit остаются, здесь они все равно выступают в роли фаворита. И это как раз то, о чем ты говорил. Сегодня у нас 4 встречи, где, в принципе, можно распределить плюсы и минусы и сказать, кто, вероятнее всего, победит. С первой встречи мы уже разобрались, и тут, в принципе, тоже все было понятно. И здесь вроде тоже есть фаворит, но Control Play, если они смогут все же постараться, все же шансы какие-то быть должны. Условно, если прошлая карта была 80, ладно, даже 90 на 10, то вот это, наверное, где-то 70 на 30, я бы сказал. Понятно, в пользу Team Spirit, но как минимум у Crow Crowd, что Ангик, что Тимоха, что Демона ДК, они не особо каким-то большим опытом обладают. Да, они там тоже премьер-лигу играли, но высокие места не занимали, играли, условно, только групповый этап. Но при этом, как бы, даже я групповый этап в премьер-лиге успел поиграть. Против Максима, между прочим, Игрова играл на Мальзахаре. Еще Маунтер 1 на 1 убил на топе. Против Максима это, конечно, хорошо. Ну, кстати, вообще про Макса, если говорить отдельно, потому что я помню, когда он еще играл здесь конкретно, вот в этой студии, в офлайн-сезоне. И это товарищ, у которого, несмотря на то, что такой есть уже солидный опыт, пока что вот что-то не клеится. Он стагнирует. Да. Он показывал неплохой рост вот в свой первый год, после этого он в определенный момент даже пропал сардаров, и потом вернулся. И даже если мы на слуку рейтинг посмотрим, у нас буквально 2 человека в лиге сейчас, у кого рейтинг ниже мастера. Это вот как раз-таки, нет, 3. Это топер QS у Веги Сквадрон, Артикуна, соответственно, в D3 чилит, и Максим тоже где-то в D2, D1. Мастер брал, но не прям, чтобы надолго там оставался. Дримпула секретный аккаунт, который разыскивается, у него точно не Даймонд, типа, я думаю, 200-300 ПТС. Он двигался, то есть, ты делал пост там, D3 у него, я посмотрел сегодня, D4 уже. Ну, это заброшен, и можно пофаниться просто. Ну, и хорошо, он, скорее всего, специально все-таки это делает, специально. Открывается, а там собака на первом месте опять. Ну, если в этом сезоне Дримпул нам снова покажет Насуса, это отдельная история, конечно, с Карой. Неожиданно, например. И Даймонд на топ пойдет, а Дримпул в лес вообще нормально будет. Со Смайтом через Макс Дабл, который суперсильно замедляет. Броукен. Придумали прямо сейчас. Просто сгенерили, и правда. У нас, друзья, почти готов драфт. Небольшие были технические неполадки у команд, за счет чего мы успели их очень подробно обсудить. Да, и это к лучшему на самом-то деле. Мы уже, опять же, обсудили конкретно, какие есть персоналии, но я хотел бы отдельно касательно Киры поговорить. У него был очень длительный период. Ну, не прям, чтобы очень. Он, смотри, он стримил Лишку, это я как бы точно видел, я к нему заходил. Он, кстати, начал только сейчас примерно постримить, то есть в какой-то момент ему его прям не было. В момент, когда он был уже в геймдеве, он тоже продолжал периодически, реже, но стримить Лишку. Вот этот вот длительный период времени может ли помешать ему хорошо крепить, точнее тренировать этот состав? И сейчас мы, собственно, как раз на драфте и узнаем итоги его работы. Почему, собственно, вообще Тира, Кира, оказался в Team Spirit? Да. Кадров на позиции тренера в СНГ довольно мало, и я не думаю, что это какой-то большой секрет, что Эдвард расстроится, что я это сказал. Но Эдвард и мне писал тоже, спрашивал, не хочу ли я, допустим, по трояутиться. Ну, я все-таки тренер работал, там в плей-оффе что-то был. Эдблесс, ты сидишь с возможным тренером. Ну, я как бы свой экспириенс на позиции тренера получил, у меня был один игрок, с которым были проблемы. Тебе хватило, да? Здесь, как бы, их может быть потенциально пять, и я такой, о-о-о-о, и я почилю на диване. Давайте немножко дальше перемещаться уже и, соответственно, смотреть на первые фазы банов. Ну, сразу Редиктон минус для Дримпула, и Ирелия минус для Шина. Гвен я от него особо часто не видел, это, может быть, Гвен, заблокированная и в Билли Магуайра, и в Шина одновременно. Но вот то, что Ирелия в Шина, это сто процентов, потому что он Ирелию показывал, и Ирелию у него великолепная. Фан-фэкт. Шин только недавно себе такой никнейм сделал. А до этого? Он играл под ником TheShy, легендарного топ-лейера, так сказать, из IG. Я думаю, ты что-нибудь снова про пиццу расскажешь такое интересное, но не знаю. Не, настолько пока подробных фактов про новичков мы не знаем. Ну, как бы, и так сойдет. Как говорится, Редиктон Джейс блокируется против Грифона, по большей части. Но при этом, как бы, и на топ можно зафлексить. Я думаю, что Дримпул спокойно обоих персонажей может показать. Джейс сейчас вообще суперпопулярный пик, и в Леке там вчера буквально блайнд пикается, в которого выкатывается потом камень. А как бы в ЛЦЛе пикать Джейс, когда в тебя выкатывается камень, это опасно, потому что ЛЦЛ — это историческая лига мальфитов. У нас тут камни только так залетали. Вот, поэтому этих персонажей мы не увидим. Твистед Фейт открыт, но оба игрок... Нет, кстати, Максим поигрывает на Твистед Фейте, но у нас Кейтлин появляется на первый пик для Мутанта. Возможно, какая-то карма Моргана Люкс еще появится для Аэрода. Джейс открыта до сих пор после первой итерации. Да, и Джейс, есть Офелиус, поэтому, как бы, гиперкерри вообще не трогали в этой ротации банов. Ну, Торелли убрали, получается, да, точно против Шина. Ну, и Ксин, как бы, 100 игр Булли Магуэр заспамил, не зря. Теперь, как бы, на Ксине не поиграют. Клисин открыт до сих пор. Ну, еще Зерри забанили, кстати, стоит отметить. Чемпион сильный. Опять же, вчера в Лейке наконец-то появились полезные Зерри. Я был удивлен. Они прямо уничтожали карты. Ну, я, честно говоря, по хайлайтам я видел прямо очень полезных Зерри. Там очень полезные Зерри были. Да, да, да. Ну, там Дэнни в LCS в первой же игре Зерри в Competitive, который вообще в целом пикнули в большой лиге, сразу пенту бахнул. Поэтому, как так сказать, от Дэнни, в принципе, пенту видеть ничего удивительного. Молодой человек из Северной Америки регулярно этим занимается и промышляет своими пентакилами. Джинкса в итоге появляется. Да, от команды контр. Плей! Вот это хороший пик. Но, понятное дело, что это нету плейн кармы. Я не думаю, что Шин будет играть на этом. Я не думаю, что КПТ это будет выкатывать. Конечно, если они это сделают, я прямо удивлюсь и распекну. Но тут, скорее, суть в том, что надо отобрать карму у Team Spirit. Потому что карма Кейтлин, который очень сильно давит нижнюю линию из-за постоянного паука, из-за огромного количества дэмэджа по площади. Но при этом, опять-таки, есть люкс, который в какой-то степени даже лучше может синергировать с Кейтлин. Да, пуш потенциал чуть меньше, но при этом он все равно присутствует с помощью Ешки. Но также, соответственно, есть биндинг, под который ты можешь поставить ловушку Кейтлин и дополнительный урон какой-то получить. К слову о карме. Я посмотрел ОПГГ аккаунты игроков, именно саппортов LCL. Я думаю, карма в этом сезоне будет контеститься очень сильно. Почти там у каждой первой, каждый второй саппорт. Карма самая первая по наигранности. То есть игроки просто на ней поднимаются очень хорошо, очень стабильно. Если говорить, в принципе, о пикрейте, если судить по Леку, то там есть все-таки вырывающиеся далеко вперед персонажи, которых очень сильно приоритизируют. И у нас самое главное, что к началу нашей континентальной лиги у нас есть уже огромная база с других лиг. И игроки на нее в первую очередь ориентируются. И как раз в том числе Джарван — это тот самый персонаж, который следом идет после Лисина вместе с Ксинжао. Он вот в тройке. Ну, я бы не сказал, что он в тройке. Есть еще Вьего, есть Диана при ротации, когда вы ферстпикаете Ренектон и потом забираете себе Диана Ясу. Это прям такой, наверное, самый очевидный драфт сейчас. Если вы видите в ферстпик Ренектона, это 100% будет Ренектон Диана Ясу. Ну, 99% условно. Ну, через Трандл, потенциально есть Трандл. Да, есть еще Трандл условный. Но он будет волейбир в итоге для Боли Магуайра, тоже комфортный для него пик. А касательно Джарвана, прекрасно здесь заходит персонаж. То есть он все-таки более ситуативный, в отличие от Ксена, который всегда хороший. У него есть сломанный ультимейт, когда ты не получаешь урона. И связка Ксенжао-Гвен просто отвратительная. Против нее Адэшника играть вообще невозможно. Ты не можешь дэмэдж вносить. А Джарван здесь хорош просто, потому что ты Джинкс с Кармой будешь закрывать как бы бутлейм без эскейпов. Можно душить. Справа уже вырисовывается картинка. Тут, на самом деле, все еще можно попробовать подфлексить чуть-чуть. Ну, такое. Ну, маловероятно. То есть я могу представить, что Максим может сыграть на Карме. Я не думаю, что Шина будет сажать на Валибиро. Но при этом Рейли ему убрали, Гвен убрали. Сейчас еще убирают Камилу. И пиков у него не так уж прям много остается. Грифон чем у нас славился? Он всегда очень неплохо играл на контроль магах. Если, опять же, опустить немножечко то, что говорил Старке. Джейс, Рейнектон, вот это вот если убрать, то Тазир у него есть, но Азир такой кривенький. Виктор. Ну, плюс-минус. Я буду надеяться, что у него Векс есть, потому что Векс с Джарваном играет неплохо. То есть, в принципе, у вас есть Джарван, есть ультимейт Люкс, который можно под его катаклизм пустить. Еще туда ультимейт Векс навалить. И, в принципе, будет жестко. Но нужен фронтлайн какой-то. У Дримпула, скорее всего, какие-то фронтлейны еще есть в пуле, помимо Рейнектона. Но посмотрим, что он сейчас пикнет, потому что уже нету Рейнектона, уже нету Орна. Мальфита, если у противников нету Джейса, они его забанили. Пикать в Блайнд, ну это квешномл решение, мягко говоря. Нет, как бы Мальфита пикнул, Сайлоса в лицо получил. До свидания. Здесь Блайнд пикать Мальфита никто не будет. Либлан появляется для Максима. Будет агрессивная очень связка джангла плюс мид у контролплей, вокруг которой как раз-таки можно будет разыгрывать. И Валибир комфортно себя чувствует на ранней стадии против Джарвана. У Грифона при этом не так много персонажей осталось, но есть еще какой-нибудь корки условной, на котором он в целом может поиграть. Либо Райз, да. Как раз он, возможно, появится здесь. Райз сейчас играется немножечко по-другому. Такой больше, наверное, танк Райз играется через вот этот новый предмет из капли. Фиблвейт, который называется. Зимний, что там. Вот, поэтому, как бы, вроде неплохо, но при этом магического урона уже КПТ много, и этот билд не прям, чтобы супер хорошо будет здесь работать. Поэтому есть вероятность, что Грифон спокойно может пойти и в какой-то full-up build, и не будет упарываться в это вот все действие. Грейс. Грейс топ. Это топ причем. Да? Да. Да, не лесной. Окей, хорошо. Грейс топ сейчас тоже супер популярен. Очень много играется. У него очень хорошая лаймфаза. Его очень тяжело запанишить. Плюс есть максимально отвратительный скилл, когда ты кидаешь просто домовуху, и как бы в ней ничего не видно. I can't see ничего. Вот, соответственно, при этом скейлиться очень сильно. Можно пойти в смертоносный билд, как это делает Випа, допустим, в Америке. Можно пойти больше в крит билд. Уже кому как больше нравится. Но мне смертоносный билд нравится здесь чуть больше. То, что ты как бы Джарван закрыл, ты Ешку в катаклизм нажал, и просто сразу в стену кухан даешь, и там уже минус полстолба. Еще и финиток ли о комбиде ультимейт, и полетели. Вопрос про фронтлейн, о котором ты говорил в пике слева. Джарван, в принципе... Сможет ли Джарван? Я думаю, да. То есть Джарван влетает с комбы, нажимает свой ультимейт, и дальше уже идет там дамаг от Грейвза, дамаг от Люксы, и там где-то Кейтлин еще настреливает сзади. А Грифон и Дримпул, они нужны тут больше скорее не для тимфайтов, а для розыгрыша по карте. То есть команда Team Spirit понимает то, что вот чисто по базе игры они лучше. То есть они умнее, поэтому они берут себе комп, который будет работать скорее всего от сайдлейнов, потому что у Грейвза шикарный пуш сайдлейна, у Райза шикарный пуш сайдлейна, работают по сайдам, заканчивают игру, все нормально. Ну, с другой стороны, закрывающий пик у команды справа Кеннен, это тоже достаточно история хорошая. Да, потому что как раз таки можно легко добираться до бэклайна, до Кейтлин, до Люкс, и пытаться их там как-то убивать на какой-то фланге, но при этом как бы есть Джарван, который тебя всегда может закрыть, и это все-таки неприятный момент. Если КПТ смогут засноуболить как-то связку Лес плюс Мид через Леблан, они могут карту даже забрать в теории и засноуболить, потому что есть и Джинкс, с которым можно будет потом объекты забирать. Если они не смогут этого сделать, то я думаю, что Team Spirit просто зовут Скеллет и выиграет на классе. Но в любом случае, если судить только по драфтам, без имен и без тех, кто будет управлять этими персонажами, то можно сказать, что здесь ситуация получше, чем в первой игре. Да, плюс-минус как бы ровно, и там и там есть свои сильные стороны, и все уже просто зависит от реализации. Ну что ж, это достаточно интересное противостояние, мы посмотрим опять же на два почти полностью обновленных коллектива, где-то остался всего лишь один игрок с их прошлого состава, и нам, естественно, предстоит только знакомиться с этими командами. Ну а знакомиться мы будем вместе с нашими комментаторами, это все те же Юра и Вандер. Погнали! Спасибо большое, Паша. Я вот, Арман, на самом деле очень сильно жду, как бы познакомиться с обновленными Team Spirit, которые только что пришли, потому что, естественно, новая организация — это всегда новый подход к делам. И знакомиться с новым подходом ты понимаешь в течение времени перспективы, понимаешь, настроена ли команда бороться прям, вот знаешь, на первое место не только на словах, но еще и на деле. И желаем, конечно, организации Team Spirit удачи, но победить сильнейший, как и всегда, поэтому мы почти готовы переходить во вторую партию сегодняшнего дня весеннего сплита, континентальной лиги 22-го года, где только что мы увидели шикарную победу Unicorns of Love в своем противостоянии, но в этом пока еще ничего не осталось. Да, на бумаге, конечно, Team Spirit фаворит. Это понятно, то есть команда, которая с амбициями, команда опытная, игроки сильные. То есть начать сезон они должны в плюс для себя, то есть как там уже по ходу сезона пойдет — это вопрос, это понятно. Я очень рад, что как раз Евгений Гюмидс вернулся в тренерский штаб, человек, который конверт вытаскивал как раз матч «Флэш Волос» и «Гамбит», прекрасный аналитик. Посмотрим, как Кира дебютирует в качестве тренера. То есть здесь у Spirit тренеры прекрасно знают, кто такие Эдвард и Даймонд, потому что вместе были в «Гамбит», то есть именно в плане мозгового центра у этой команды все должно быть на месте. Единственный мой вопрос в том, кто в этой команде будет именно тащить, кто будет первым номером, потому что ты смотришь на игроков, то есть ни Дримпул, ни Мутант, ни Грифон, они не были первыми скрипками своих команд, потому что, ну, прямо скажем, что в «Крау Краут», что в «Рокс», что как раз в «Гамбит», они скорее рояль сами таскали. Когда-то каждый из нас, Арман, не был первой скрипкой вообще нигде, желая занять какую-то нишу, но время идет, а значит, что и меняются позиции, в том числе и лидерские. Мы с удовольствием будем наблюдать за успехами коллектива Team Spirit, если таковые и будут. Надеемся. Организация на это, я думаю, рассчитывает. Потому что понятно, что Лига Легенд для Spirit это попытка выйти на международный уровень, попытка выйти и вывести... Дримпул выглядит просто как царь. Попытка вывести свою организацию уже, как говорится, совсем в новое время, в новую эру, и, так сказать, присоединиться к большой тройке СНГ-организаций, стать, в общем-то, в один ряд мастерских. Ты думаешь, что это за школьник? Даймонд, и я говорю, то есть человек в 2012 году где-то нашел источник молодости, и он в нем, кажется, каждый год просто... Я реально, Роман, знаешь, я недавно отрыл старую фотографию с Даймондом, выставив ее у себя в паблике. На которой он выглядел старше, чем сейчас. Он выглядит, ну, не старше, нет, просто так же. Просто так же выглядит. Абсолютно вообще. Не отличить Даймонда тогда и Даймонда сейчас. Причем 10 лет уже прошло с того момента, ровно 10 лет. 10 лет прошло с момента победы на киевском Intel Extreme Masters, которая и дала, в общем-то, наверное, толчок как раз той легендарной команде. Это был конец 2012 года? Нет, киевские АМ как раз выиграли. В начале был? В феврале, в начале февраля 2012. И после этого, помню, мы выиграли... Прошло 10 лет, прошло 10 лет. 10 лет, когда Юрий еще выступал в качестве СНД на том самом Intel Extreme Masters. Я смотрю на Пашу, и Паша, знаешь, так со всей силы втягивает такую слезу, которая потихоньку пытается выскользнуть от него из угла. Прошло 10 лет. Друзья, я очень рад и счастлив, что вы с нами, потому что многие из зрителей только знакомятся с происходящим в киберспортивной индустрии. И для кого-то, знаешь, вот, допустим, там, сегодняшняя трансляция, любой, там, какой-то лан-финал в ближайшее время может стать таким же и в этом, как и в СНД 10 лет назад для кого-то из нас. Пока техническая пауза, друзья. Конечно, мы не можем обойтись в паузе без скитката, а также еще не можем обойтись и без обсуждения происходящего, потому что только-только игра стартанула, но уже какие-то трудности возникли. Я слышал, что в перерыве были трудности с компом у кого-то, вроде как Антон Фомкин вступил на стражу своего поста и тут же решает все проблемы. Уверен, что максимально быстро, четко и профессионально Антон решит все и сейчас тоже. Да, потрясающий судья у нас как раз в этом сезоне, в общем-то и в прошлом. Прекрасные режиссеры, прекрасная аппаратная, все, кто, как говорится, ответственны за то, что мы были бы в эфире, поэтому, кажется, им спасибо точно так же, как и вам всем. Тринадцатый сезон кандидалиги, Юрий. Гэш, 10 лет прошло, то есть с момента киевского ЕМА, тринадцатый сезон ЛЦЛ. Только что вроде бы Кира и компания выигрывали как раз в ревущих, так сказать, лужниках, как раз против Team Empire, а уже прошло и с тех, кто пор уже шестой год начался. Есть такое, но ты знаешь, смотри, Арман, давай потихоньку начинать мыслить позитивно. Что хорошего произошло за это время? Мы увидели становление империй каждой из организаций и падение. Четвертая эра может начаться, потому что были, как говорится, Harder and Alpshock с Луной, потом был такой переход с Virtus.pro, потом были Gambit, а потом через команду Вега перешли мы, так сказать, на рогатую империю. Ты знаешь, с одной стороны, когда Unicorns of Love только вошли в сезон, по-моему, они проиграли Gambit 1-3 в Open Cup. Да, Gambit были чемпионами в Open Cup. В Open Cup, что говорило о том, что, может быть, так сказать, отложена новая эра. И регулярку-то Gambit тоже тогда выиграл. Да, 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 в этом и дело. Но с другой стороны, потом Йолы взяли, ну, самый, наверное, трудный для них сплит. Это был как раз-таки первый, в котором там еле-еле смогли, еле-еле смогли победить. Ну, последний, мне кажется, готов с этим поспорить, а уж предыдущий. В первом сплите Gambit могли выиграть Вегу, а они тогда могли и гранд-финал выиграть тоже. А прошлой весной, когда Йолы еле ноги волочили. Хорошо, Вандер, давай не вспоминать прошлый год. Ну, считай, прошлого года точно самый сложный сплит был первый. Это правда. Лодик молодец, кажется, помог команде в том сезоне выиграть. Ну, у нас начинается уже эта игра. Посмотрим, что контрплей в этом сезоне покажут. Потому что в прошлом году, прямо скажем, команда, в общем-то, во многом держалась на идеях. Му, так сказать, по таланту не вывозила. Может, когда-то Лодик еще и появится у нас. Надеемся на это. Этот шанс не очень велик, но может быть. Я пообщался с Лодиком плотно, примерно полгода назад. Первый раз в своей жизни. Я пожалел о том, что это был первый раз, потому что мой IQ повысился на 20 примерно после полуторачасового диалога. Вот. И, конечно, Йолы. Пойнт был мой в том, что, с одной стороны, гамбиты держали свою эру. И мы могли отложить этот момент. Пока Даймонд заходит на гамб. Хорошая компания идет. Дисторшер от Максима. Не идет цель, потому что он не может уйти. Флэша! И это первая кровь от Даймонд Прокса. Недаром говорят, что Джарон является тем чемпионом, который может позволить себе выбирать не самые стандартные лесные маршруты. Ставит тотем. Видит боли Магуайра. Отходит. Конечно, на этом Крабе он не фаворит. С другой стороны, он уже какую пользу принес. Райс получил содействие. Попроще станет дышать на центральной линии. И еще и для себя первую кровь залутал. Ну, так себя, конечно, Максим сыграл. Прямо, скажем, вместо скачка от комбы пытался нажать именно искажение. И не успел. Потому что искажение было прервано. Ну, и, в общем-то, после этого, естественно, дело было плохо. Уже и дни были сочетлены. ЛБ на этой самой центральной линии. А вот ты говоришь на Крабе, делая так себе. Вопрос в кого, Юрий? Теперь скачок нажимает буллю Магуайр. Пока Даймонд соло выиграет игру. Я не знаю. Друзья, вы знаете, я не буду слишком сильно хайпить. Я ни в коем случае не являюсь ни фанбоем, ни каким-то, знаешь, там, проплаченным болельщиком. Но просто Даймонд это игрок с большой буквы. Даймонд это игрок, который очень хорошо умеет думать. Который мыслит стратегически. И пока в этой партии, возможно, не самый сильный оппонент. Перехайпинг смысла нет. Хорошая партия для Данила Решетникова и для Team Spirit в целом. Потому что с 2-0 стартуют они сезон. Четвертая минута еще не закончилась. А уже два убийства есть у Лесника. Да, лучший игрок в истории СНГ так триумфально, так сказать, закатывается обратно в лигу. Избегает нападения от Валибира и два убийства для своей команды уже оформил. Драконы, конечно, хотели бы начать уверенно против команд таких, может быть, не самых сильных. Потому что понятно, что в начале сезона все-таки не так много информации по команду. У Були за спиной парта, которая была на финале спида 2021 года. Не. Я хотел закончить поинтер, если позволишь, пока Дайберт третий килл еще не сделал. О том, что была отложена смена эры этим опенкапом у Гамбитов против Йоу. А с другой стороны, наоборот, может быть как одно, так и другое. Можно и отложить, а можно, наоборот, и ускорить. Потому что сначала отложили, а потом все равно сдали позиции. С другой стороны, то, что Team Spirit пришли сейчас в ЛСЕ, совершенно не значит, что они автоматически становятся чемпионами в следующие три года. Абсолютно, так и есть. У Team Spirit, да и в этом сезоне, будут серьезные конкуренты. Абсолютно. Йоу мы уже видели, Би-Джи мы увидим чуть позже, посмотрим, что у Би-Джи покажут в начале сезона. Причем примеры были разные. Бывали примеры, знаешь, когда там еле-еле выиграли первый спида Йоу, а потом с каждым все проще, следующие три-четыре. А бывали примеры, когда Virtus.pro еле-еле выиграли свой первый сплит, а потом не выиграли ничего. Что, в общем-то, не отменяет того, что достижение серьезное, учитывая, что всего, по сути, четыре состава выигрывали именно континентальную лигу. То есть как раз тот состав Virtus.pro, костяк Hard Random, костяк Gambit'ов и костяк Йоу, костяк Веги Йоу. Арман, с другой стороны, все-таки вот мы, когда обращаем внимание на ЛСЕ, мы скорее смотрим на организации, чем на игроков. Ну, конечно. Поэтому важно отметить, что организаций вроде было больше, правильно? Были Hard Random сначала. Ну, Hard Random сложно рассматривать как прям совсем разную уж команду. Понятно, что организации разные, но... Нет, а подожди, Анокс, не Hard Random, ладно, это было Дойл-Целе. Заходит на слог теперь Даймонд, но уже теперь вместе с Грифоном. Hard Random выиграли первый сезон АЛЦЕ. Это еще были не Анокс. Весной, да, весной, да, все правильно. Hard Random Анокса, допустим, ну, один посчитаем. Три убийства у Даймонд Прокса. Хороший ганг на верхний сайт, причем самое главное, что нужно понимать, друзья, это то, что не просто Грифон выигрывает линию в соло, хотя он отлично играет и доминирует ее, а то, что ему помог Даймонд Прокс, выбил скачок из оппонента. Сейчас Дайм будет, последний шанс, кстати, Контроу Плэй. Последний шанс сделать кроссмап здесь по двоим, будет ли оглушение от булли, да, оно идет, играют по мутанту, его быстренько забурстили, но за это отдали одно убийство, причем, по-моему, Дримпул вообще телепортировался в итоге зазря, потому что и так погибал Валибир. Но убийство получилось. Ошибка это не развать, конечно, от Дримпула, потому что надо нажимать телепорт, когда Дайвит твой сайт. Они могут сейчас просто свапнуть линии, оставить Грифона на боте. Ну смотри, сильно ли пострадали Тим Спирит от этого Дайва. Да, это приятно для Контроу Плэй, с другой стороны, ситуация на карте настолько хороша, что вот эти два убийства, одно из которых получил Тезарет, которому мы, конечно же, желаем здоровья, не сильно решают ситуацию по карте для них. Ну, все равно это какие-то положительные именно моменты для Контроу Плэй, которым, даже если они сегодня проиграют. Поздно нажал ТП. Поздно нажал ТП. Ну, можно было сразу среагировать, когда увидели Волибир, только знали, что ЛБ нет на линии. Но решили именно среагировать чуть позже. Не повезло, не получилось. Но при этом вот Виш свапают как раз линию, через минуту Герольд. Посмотрим, как будут драться, потому что понятно, что есть Кейтлин, то есть есть возможность именно засетапить Герольда очень комфортно. Есть Люкс, которая посильнее, чем Кармон прямо сейчас. Ну и Контроу Плэй не просто, конечно, приходится, потому что есть уже мерки у Грифона, то есть Грифона забирать нечем. Ты смотришь просто на стап справа, физдэмж по сути наносит только Джинкс. Все остальное у тебя Кен, Волибир, ЛБ и Карма, это все Magic Damage, то есть мерки, как говорится. По цене золото. Которые собирают очень быстро Грифон. Мне нравится, как работает Грифон с Даймондом в этой партии. То есть зашел на мид, Даймонд, выбил скачок из оппонента, еще и убил его, зашел в лес, тут уже Грифон наступает в бой, потому что он помогает своему леснику справиться один на один с Волибиром, который на третьем уровне сильнее Джарвана один на один, особенно с красным бафом против синего. То есть красное усиление, оно более такое боевое, дает урон, дает хп-регент, замедление. Это все приятнее, чем Смелл Хейст. Вообще, конечно, айтемы Дримпула в этой игре своеобразные. Почему нет? Вот тебе Поглотитель, который не ясно, что из него будет. Почему нет? Вот тебе Кирка. То есть, может быть, выход в силу Шторм какой-то будет. Мутант здесь забирает Тезарет, который попал в Капкан, отлично, Даймонд, играет сверху. Но это еще два минуса, потому что никуда Волибир здесь. Хотя выходит, кстати, Джинкс и не попадает. Поюрчику Глады Козай попадает! И его забивает тоже. 2-0 размен. И руническая тюрьма идет по буле Магуайра, но нет какого-нибудь, значит, Рэша сейчас подцепить. Поэтому всего два убийства, но до сих пор отличный размен для Тим Спирит. Да, размен, который, в общем-то, может сейчас похоронить окончательно шансы команды Тим Спирит. Команды Контрол Пой в этой карте, потому что... Если бы был Героль сейчас вот здесь прям, Даймонд Прокс и нажал бы этого Герольда, то можно было бы вышку забрать. Но пока что, пока что, по крайней мере, Т1 в безопасности. И Кейтлин его не заберет прямо сейчас. Но уже 3,5 тысячи. Есть Героль в загашнике. 4-0-1 Даймонд Прокс. Как говорится, здравствуйте, король. Бесплатный ботинок Прокс на девятой минуте. Борталом только что Грейв скупил. Я, конечно, понимаю, что у нас Дримпул известный игрок на сегодня. И наверняка молоток этот самый покупает часто, может быть, даже на насусе. Битим Борталом я не могу отказаться с удовольствием не посмотреть на Старки, которые смотрят на меня лицом. Держи себя в руках, держи себя в руках. Ну, просто есть подозрение, что вот за этот сезон, который мы комментируем, что вылысит, что здесь это вообще первый Борталом. Он появляется там в других лигах. Ты знаешь, я настолько часто вижу его в Солранкеде, что мне трудно подтвердить или опровергнуть твои слова. То есть я видел его там в других лигах, в североамериканской, в том числе, в азиатских. Но вот, чтобы здесь прям бахнуть, Борталом первым айтом на грифсе против Кенона. Ну, это мы все, конечно, спросим у Артема, Павла и Михаила, когда... Михаил нам сейчас все пояснит, я уверен. Прямо сейчас нет, но как только, так сразу. Михаил на топе у нас играет. Михаил Борталома встречает часто. Нам точно все пояснит. Заходит контрплей Тим на верхний сайт, пытается от зоны Дримпула от его Тавра. В этот момент терпят Шин на нижней линии. Кену непросто. Кену зонят, потому что, как говорится, на топе его убили, то задайвили. После этого Грейвс еще убийство для себя получил, еще Борталом купил. То есть вышки Кена защищают все, кто не может. Я патентую шутку о том, что при первом трипл киле Шина в этом сплите, я скажу, что это не Шина, а Лиш Бейн. Почему-то именно трипл килл. Ну, допустим. Ну, просто пентакилл может не случиться, это редкость. Почему не просто дабл килл? Например, если Лиш Бейн, это второй апгрейд Шин. Потому что дабл килл это, знаешь, Шин плюс Везер Висп. Вот так. Старый добрый Лиш Бейн, который просто собирался из палки и Шин, тебя не устраивает. Не устраивает, не устраивает. Хорошо. Ждем тогда трипл килл Шина в этом сезоне. Пытаются таврами разменяться, кто будет первый, пока выглядит, что это будет Team Spirit. Именно они забирают тавр на нижнем сайте. Счет 6-2. Юрчик получает щиток, который, к сожалению, не дает атак демиджа или атак спида, как у Лу или Жанны. Ну, задинали пачку, кстати. То есть так комфортно забрали. Другая, потому что 4 спин тысячи проигрывают. А герой до сих пор, кстати, есть. Еще и выше к намиде упадет. Беда. Неприятно, прямо скажем. А позиционная игра и стиль позиционной игры таков, дамы и господа, в начале сезона 2022 года, что команды точно будут идти на размены. Всегда, конечно, устраивает размен Team Spirit. То есть чистые игры будут менее вероятны, менее возможны. Потому что иногда надо где-то разыграть и получить огромное количество ресурсов. Увы, ты открываешь другую часть карты. Игры сейчас и правда. То есть ограниченное количество, наверное, моментов есть, в которых можно что-то подгрызть. Потому что есть как бы базовый наборный паттерн, который нужно выполнить. И после этого уже, как говорится, дела идут просто. Если вы сделали все хорошо, то у вас все в порядке. По деньгам, по игре, по структуре. Как у Team Spirit в этой карте. То есть начинают именно свое путешествие по континентальной лиге неплохо. Не нужно красть принцессу. Не нужно, так сказать, фотографировать прекрасные пейзажи, которые дракон видит по всей карте. Поэтому, как говорится, команда Юрий едет к заветам 1-0. Пока что да, при счете 6-2 и преимущество 5200 голды. Плюс еще и наличие морского дракона. Пока расчет на победу достаточно уверенный. Потому что сколько нужно еще золота, чтобы выиграть игру еще проще? Я думаю, что золота больше не надо. Смотри. Нет, больше золота нужно. 4-0-1 Джарван с потрошителем и бесплатным ботинком на 9-10. Этот Джарван чувствует себя прекрасно, даже не собирая после Меркурия, которую он уже собрал в этот момент. 1-0-1 с Барталомом Грейвс. Также оказывает давление. Есть Грифон. Уже собрал свой мифик предмет. Капля почти достакалась. Там какие-то 117 зарядов. Работают по третьей вышке, забирая пластины. И, учитывая, что мы в предыдущей игре говорили о том, что среднее количество взятых пластин это 6, ну может быть 7. Сейчас наблюдаем, как пытаются намять 15-ю. Уже на топе. 15 пластин взяли Team Spirit в первой игре текущего сплита. Просто 5000 выложили на 100 только что. Как говорится, лучше старты придумать было нельзя для команды Team Spirit в континентальной лиге. Справляются в этой игре вообще без сучка и задоринки. То есть, да, умерли 11 на батлейне, ну как бы окей. При этом получили для себя Герольда. Забрали 15 пластин, как Юрий только что сказал. 6-2 счет. У Даймонда все отлично. Все играют по чуть-чуть. Так, залетаем. Залетают вперед. Казарету можно разыграть. Ее катаклизм. Залетает казарету вниз. Даймонда можно встрять. Казарет нажимает сам. Ультимали Бирра. Забирают Даймонда. Но Грифон заходит в спину здесь. И разбирается с происходящим. Дрейпул вместе с Борталомом своим. На пару. Играют теперь по шину. Размен 1-1. Волшебный поток пошел. Но Кушка не долетает. Булли пытается выйти. 1-1. Размен не такой уж и плохой для контрплей-тим. С другой стороны, Team Spirit могут сейчас посиджить. И Т2, учитывая плохую позицию оппонентов. Но все-таки решают ресетать, играя более стабильно. Ну, сиджить особо нечем. Потому что нет все-таки скачков. До сих пор есть у ЛБ кнопки, есть у Валибира кнопки. Поэтому можно быть в опасности. Кенон, конечно, слабоват прямо сейчас. Но, несмотря на это, разменяли 1-1, забрали шатдаун большой. Джинкс его для себя получил. Поэтому у Джинкс все не так плохо. Будет выходить там... Посмотрим, что кубит, может быть, там будет... Ну, выход вообще может быть любой айтем. Понятно, там и Рунан, и Пушка. Я сейчас фанатом Дрейпула стану. Я не знаю, что это Дрейпула. Я сейчас стану фанатом Дрейпула. Дрейпул дал ультимейт, чтобы забрать большого голема. Нет, ну то, что у Дрейпула своя атмосфера, этой карте не обсуждается. Дрейпул играет в сайт, в момент номер раз. Во-вторых, он взял Борталом первым. В-третьих, он дал ультимейт в големов, чтобы взять... И причем это неплохо, это не ошибка, но это тот стиль, который мне очень нравится. То есть Борталом это не во-первых. То есть это еще и вторичная опция. Во-первых, Team Spirit. Во-вторых, Дрейпул. А в-третьих, все, что он взял. Это тоже спорное заявление. Как тебе зазубренный кинжал? Потому что айтемы Дрейпула имеют большую информационную ценность в этой карте, чем сам Дрейпул. А как тебе зазубренный кинжал после Борталом? Ну, судя по тому, как реагируют големы на все это, кинжал очень острый. Ты знаешь, големы еще от Кейси не отправились. Не отправились. То есть они тоже в Open Cup отправятся сейчас? А теперь уже и к Дрейпулу неподготовленные пришли здесь. Это самое главное, чтобы команда Team Spirit была готова к тому, что делает Дрейпул. Я... Давай позже немножко об этом, потому что сейчас будет Дракон. 17-ая минута уже. Инфернал пытается зафорсить Counter-Play Team. Бульмагуайр иницирует, но получает косты от Эдварда уже по лицу. И Эдвард не жалеет ультимейта, чтобы лесника команды Counter-Play Team немножко просадить по ХП. Так как поставить джанглера в неудобную позицию перед объектом всегда приятно. Меньше шанс того, что он сможет дать хороший смайт, потому что будет уже пробит. Бедный Кеннон там пытается воевать с Райзом, которого выгнал просто из радиуса поражения. Дракон в 3000 застрял. Не хочет ресетиться. Посмотрим, кому достанется. Дрейпул заходит с фланга. Будет играть по Максиму. Максим трапает его! Промахивается цепь и Дрейпул дает дым в двоих. Зонит шина. Пока что в соло. В этот момент в спирте пытаются брать дракона и забирают его. А что будет делать Дрейпул? Ничего. Выгнал команду Т2. Нет волков, чтобы в них дать ультимейт. В грампа тоже нельзя. Но Т2 при этом получили на халяву. Я заходил в Кейси за последние полгода на стрим три раза. Два из которых, когда я к нему зашел, он смотрел на какого-то чувака из своей команды, который фармил големов. Говорил, он что фармит големов? А третий раз, когда я зашел, там был момент, когда он сказал, я видел у Левиафана видос с твоим участием, и я твое лицо хотел на донат поставить. Примерно так. Мы надеемся, что и у Нико будет все хорошо. Так же, как у Team Spirit в этой партии, потому что лучше быть просто не может. Плюс 8300 голды на 18-й минуте, еще не на 20-й. Иконку Хигстеку Дракона так и не завезли нам в таймер. Но мы знаем, что это точно он, потому что на этот раз Хигстеку уже нет. Из хорошего значения для контролплея у Джинкс больше денег, чем у Кейтлин. Но, конечно, не просто играть, потому что ультимейт Райза, ультимейт Жарван, то есть это все заезжает нагло, падает, еще люкс там, лазер через полукарты в тебя. То есть не просто. Посмотрим, как будет именно Джинкс из этого. С другой стороны, люкс свинцом. Джинкс от этого легче не стало. Но чуть поменьше урона. Но при этом люкс нельзя убить, даже если ты пытаешься. Мне кажется, на донат ставить нужно твой звук, вот этот в андраде, а не мое лицо. За такой звук, мне кажется, я бы деньги забрал, вместо того, чтобы получить донат. Понял. Примерно как и скин на Мастери, такого, темного цвета. Какой из? Один из первых. За мурай? За которое было поверье, что райты должны заплатить деньги, чтобы я играл на этом. Я помню, что у Мастера Ии есть какой-то скин, который раньше на халяву давали. А не наоборот, я должен платить за него. Ну что ж. Есть какие-то такие врата на этой карте, посмотрим, будет ли их кто-то использует раз. Учитывая, как Дримпул в этой карте играет, не исключено, что будет так сказать. Мне нравится, что мы теперь заботимся о зрителях, чтобы они шею немножко разминали вот так вот. Считай, они к тайме игроков. Ну, в том, что к тринадцатому сезону ЛЦО пришла к тому, чтобы заботиться о болельщиках еще больше, чем обычно, это я не сомневаюсь. Пушится Т2 на топе, сейчас меньше половины здоровья. Остается Грифон вместе с Даймонд Проксом. Работают всю игру в паре. Всю игру вместе ходят. Девять тысяч золота уже у Грифона. Максим пока не может похвастаться. Посмотрим, как это будет именно по ходу сезона работать. Будут ли они продолжать именно играть вот так прям вместе. Потому что связка Мид Джангл, это, естественно, ключевая именно связка. Кстати, поехали на каких-то вратах куда-то. Ну, вроде бы, безопасности пока что Валибир. Даже попытка, может быть, будет выкатиться на Грифсар. Когда ты уважительная как-то, Бульмагуар, а вы поехали. Ну, Валибир тоже полубог, поэтому, знаешь, тут осторожно с этим быть. К слову, а персонажи, которые были в синематике, пусть и в небе. Валибир может быть сколько угодно полубог, а Реса — это всех Акшан, которые просто чел. У Акшана своя атмосфера, это не обсуждается. Ты всего лишь человек. Больше не умирай, как говорится. Десять тысяч перевес. Пока что Team Spirit в этой игре... Вот Team Spirit показали в этой игре больше, чем его в прошлом. Потому что его в прошлом играли, прям, скажем, совсем лениво. В этой игре от Team Spirit хотя бы видно, то есть, как будет команда функционирует. С другой стороны, понимаешь, Арман, такой контр-аргумент к твоему тейсу. С одной стороны, у тебя есть Джарван, который на врыве всегда. А с другой стороны, есть как бы Иверн, который на Чиле, наоборот. Не, ну я понимаю, что в матче с Control Play должны быть контр-аргументы. В матче, в котором есть Иверн, ты вряд ли ждешь от него, что он будет дуэлить. В Олимире один на один. Ну, если бы он тоже получил три убийства до пятой минуты... То ничего бы не изменилось, он ничего бы не делал. Мог бы зайти в куст и подраться. Ну, в атак спид, да, собраться можно. Вон Хит. Вон Хит и Верн. Вон Хит и Верн. Надеюсь, что не в наших столку и не в ваших. Я надеюсь, что я очень скоро поиграю с своими зрителями еще раз в Ultimate Bravery. Мы увидим и Верн в Он Хит. Ultimate Bravery еще жив. Каплю. Ultimate Bravery жив до тех пор, пока он в наших сердцах, Арман. Это правда. Не стоит забывать. Ну, вот опять, то есть билд на Райзе, то есть вот ледяное сердце появилось. Зачем оно появилось, Артем? Непонятно. Кому оно, против, здесь нужно, учитывая, что там четыре персонажа, которые в Magic Damage наносят? С другой стороны, единственный, кто может убить Райзе здесь, это Джинкс. Прекрасно. Можно было таби тогда купить, а не мерки. Нет, мерки нельзя. Не покупай, там цепочка ЛБ, за которую может Джинкс убить. Покупаешь таби и силу природы. Так, у вышки сейчас будут проблемы, потому что Браталом первый раз за игру работает. И неплохо, так сказать, стрелять. Неплохо работает. Конечно, неплохо, когда 4-1 вы сплите, и по деньгам у вас перевес там в два раза. Все не очень плохо. Залет. Отличный пол по Грифону, примерно хэсов на 30. У Шина проблемы. Шин не может протестать Дримпулу 1 на 1. С другой стороны, четверка контрплей не может заинициировать Team Spirit тоже. Стал хистэковый драком, но уже включилась камбэк-система. Без барона, без души, Team Spirit просто вытавливает оппонентов из карты. И эта игра рискует закончиться до 25-й минуты. Такая, в общем-то, методичная душка происходит. Качественный градус перед в этой карте. Нет, ты знаешь, душка, это когда ты ведешь 3000 и отжимаешь один лесной кемп раз в две минуты. Это врыв, Юрий. Врыв жесткий, Бедварда. Самая приоритетная цель получается для Бульмагуара сейчас. А вот Мутант здесь рискует погибнуть от шины, если еще одна попадет в цель. Он попадает, но за это забирают Юрчика и Бульмагуара. Так, это уже на фонтан. В самом начале. На фонтан пролетают, но искажения используются в сторону своей Т3-вышки. Будет ли кто-то допушивать крипов? Да, два ингибитора сейчас упадут. Даймонд и Грифон находятся стратегически под кристаллом оппонента. А вот два ингибитора падают. Эдвард и Дримпул настреливают по ним. Они упали уже. Будут ли заканчивать игру или заберут три ингиба? Зачем Дримпул бьет ингибитор? А подожди, Даймонд был, извиняюсь. Зачем Даймонд бьет ингибитор? Пытается сделать ачивку, может быть, не знаю. Может быть, план такой. Чистой игры уже не будет. Верхнюю вышку потеряли. На уровне, может быть, задача была, то есть, заберем все. Грифон застрелил. Грифон не вышел! Грифон не вышел! Кто последний, тот пельмешка, как говорил мой одноклассник. Не в лес! Грифон, все, до свидания. Как в туннеле... До свидания! 10-5. Грифон такой... Сейчас, ребята, я тоже выйду. Не выйду, я там кулдаун есть, ничего себе. Как в туннеле Барда, когда кто-то не пролез, так сказать. Грифон застрял. Нет, там, знаешь... Попытка Барона будет зараживаться. В туннеле Барда, и, наверное, сам Барт перемещается на боте, я его выбиваю оттуда. Так, это мы не туда едем. Едем за Эдвардом, видимо. Нет, Эдварда точно не забрать никак. У него венец. То есть Барон... Барон проще забрать, ты считаешь? И Барталом идет в бой, дамы и господа! Нексус в опасности! Барталом идет в бой! Дримпул! Дримпул пытается закончить игру один на один. Сюда приходит Шин. Дуэль Дримпула и Шина. Дримпул не дает автоатаку, ресетает. После этого играет по Шину. Нексус в опасности, Максим убивает Эдварда! На этот раз главной целью ультимейта Грейфса стали не големы, а Шин. Играет Дримпул по Нексусу. И немножко стоит на месте. Надо крипов пофармить, чтобы себе побольше постакать там всех ресурсов. Дримпул! Будет ли заканчивать игру или будет фармить крипов сейчас под вышкой? Ули Магуайра выдавливают из Барон Пита. После чего Дримпул заканчивает партию. 14-6. Шикарный старт для команды Team Spirit в весеннем сприте 22-го года. ЛСЛ. Молодцы! Все сделали правильно. Шикарно сыграл Даймонд. Выдавил мидлейнера. Воспользовался помощью Грифона. Грифон с ним сходил на краба. Выдавил лесника. Затем в тройке на топ. Задавили топера. Разогнали полностью игру. И только один неудачный момент на нижней линии. Да и то с разменом 1 в 2 смогли ребята провести. На это все. Все остальное было почти без ошибок. Да, драконы очень качественно провели игру. То есть прям вышли с игровым планом. Реализовали его. Да, где-то получили немного халявы. Как когда как раз ЛБ не смогла с искажением выкатиться. Отдала первую кровь. После этого краба отдали. Игра уже как лавина начала сноуболиться. Бывает. Ничего страшного. Самое главное, что Team Spirit показали стиль какой-то игровой. То есть показали, как они в этом сезоне будут играть. Как они будут двигаться. Понятно, что это будет эволюционировать чуть позже. Но это уже лучше, чем то, что показали нам в прошлой картине Корсфлав без обид. Я скромно назову, знаешь, это как менталитет победителя. То есть позитив любой, любые достижения идут всегда только к тем людям, кто стремится их заполучить. Даймонд мог аж не закомпить искажение ЛБ. Но тогда бы он не попробовал. Мог флэш нажать под искажением. Мог нажать скачок. Но с другой стороны, если нажимает скачок Лебланка, тогда ее все равно выдавливают с меда и после этого смещаются на краба. Тоже работа была проведена хорошо. Друзья, никто иные, как наши замечательные аналитики, во главе с Пашей Шабальным, не смогут проанализировать эту партию лучше. Поэтому мы скромно передаем им слово, ожидая увидеть разбор игры Паша. Let's go! Я считаю, это достойное возвращение Даймонда. Однозначно, он, так сказать, пошумел на славу. В том числе, его немножко пытался затмить Дримпул своими, в первую очередь, сборками и интересными финалами в этой прекрасной катке, в этой прекрасной встрече. Но Даймонд красавчик, просто весь early game, это его заслуга, исключительно тот темп, который команда Team Spirit привязала своему оппоненту, это его Джарван. Да, респект Даймонду, очень хорошо вкатился, сразу же, так сказать, и сам возвращается в LCL, и Максим возвращается в LCL. И, как говорится, как Айкей кричал, welcome to LCL, а здесь вот welcome to LCL произошел, просто левел 3. На мид, здравствуйте, соответственно, потом еще и Буль Магуайра подбулил немножечко. В целом, очень хорошая игра, очень уверенная, касательно Бартолома у Дримпула, я, если честно признаюсь, как-то пропустил этот момент, но Бартолом довольно активно собирают на грифса. В чем логика? Соответственно, ты получаешь вот этот необходимый небольшой пул ХП и деф статов, как бы Кенна тебе уже особо ничего один на один сделать не может. В теории, когда появляется еще и затмение, мне кажется, ты один в два можешь Валибира с Кенноном убивать, учитывая, если ты еще какие-нибудь мерки, допустим, добираешь, и просто продолжаешь давить и душить сайт-линию, при том, что и сетап, и тем спирит располагает к тому, чтобы душить сайт-линии, там и райз будет сильный на сайте, и грифс, и можно 1-3-1 разыгрывать и так далее. Просто здесь это, по сути, не особо даже и понадобилось, учитывая, как стампанули ребята контрплей. Другой вопрос по сборке, касательно райза и то, что обратили наше внимание комментаторы, тоже касательно Ледяного Сердца, там не так много было предпосылок к этому предмету, но тем не менее. Это было собрано как такая мера предосторожности, если вдруг получит Юрчик киллы, потому что Джинкс единственная, кто могла его убивать, понимали то, что игру, скорее всего, закончат до того момента, как Кеннон доскейлится, Валибир особо дэмэджа не вносит, а Максима, ну, закибербулили, просто на мидлейне, его уничтожали постоянно, то есть от него особо какого-то дэмэджа и не ожидалось, просто Тим Спирит очень хорошо свой драфт понимали, понимали то, что, опять же, Шин скейлится очень долго, и Шин, проблема его была также в премьер-лиге, то, что вот ему брали скейлящегося персонажа, и он доскейливался там к минутик 30-40, в премьер-лиге такого команды позволять делать не будут, просто не доживали, не дожили контрл-плей, они просто не дожили до своих слотов. Скорее, правда, в премьер-лиге это позволяли делать, а в премьер-лиге позволять не будут. Да и дожить, на самом деле, очень сложно при таком старте, когда у тебя сначала мидлейнер умирает, когда у тебя, простите, на 10-й минуте плюс 5к у оппонента, на 15-й минуте плюс 8, ну, а там дальше уже, простите, сноубол. На 20-й приходит райс, 1-2 спушивает топ. Да, ну, в общем, это сложновато реализовать в такой ситуации, и сложновато дотерпеть, хотя, опять же, если говорить касательно команды контрл-плей, тут просветы небольшие, вроде бы как, если говорить, например, про бот-лейн, чуть-чуть, чуть-чуть, но, опять же, недостаточно. Да, будет трудно контрл-плейн, как бы, мы не зря говорили, что они, это одна из команд, которая потенциально может закончить на 7-8 месте, правда, и Краукраут нас не особо удивили сегодня, и в целом две такие довольно односторонние карты были, и видно, что все-таки уровень между топовыми командами, между там нижней двойкой и тройкой ощущается, и будет очень тяжело набирать очки против таких коллективов. Ну, а Шин, на которого ты возлагал большие надежды, опять же, у него еще целый сплит впереди, ему нужно просто спокойно, нормально набирать форму. Нужно адаптироваться еще к пример лиге, понять просто, до этого Эникспройджи своих оппонентов стомпили, это примерно ситуация, похожая на Йол в ЛСЛ, то есть, когда они были сильнейшей командой, они не могли набирать форму, потому что не против кого, вы элементарно сильнее всех, с кем вам конкурировать? Ну, конечно, в прошлом сезоне нашлись там Краукраут ОБГ, но вот у Эникспройджи Спортс в премьер-лиге таких противников не было, поэтому они просто стомпили, и, естественно, они привыкли к тому, что противники им прощают все ошибки, и особо им никакого сопротивления не оказывают. Ну, судя по тому, как Team Spirit сейчас играют, конкуренция однозначно будет, и будет на очень высоком уровне, а у нас, тем временем, готово интервью, и знаете с кем? С Даймондом. Очень приятно снова видеть тебя, здравствуй, Даймонд, и такой камбэк заслуживает дичайшего восторга, уважения, респекта и так далее. Слушай, отдельный вопрос, вот период достаточно длительный, да, мы тебя ждали, мы хотели, чтобы у тебя все получилось, мы болели за тебя душой, и сейчас такой вот классный камбэчища, я по-другому не скажу, что чувствуешь прямо сейчас? Да прямо сейчас ничего не чувствую, если бы это были супер жесткие оппоненты, было бы очень приятно, а так просто ребята учатся играть еще не на таком уровне, чтобы чувствовать какой-то кайф от победы над ними. Справедливо. Хорошо, давай по-другому зайдем. Как ты сейчас свою форму оценишь? Потому что очень много как раз вопросов было касательно того, что много знаков вопроса, да, касательно тебя и касательно Дримпула, что там у вас происходит с формой индивидуальной? Я свою форму оцениваю достаточно хорошо относительно начала сплита, то есть гораздо чаще я подходил с более плохой формой к началу сплита, и потом набирал по его движению, скажем так. В этот раз я подошел, скажем, со средней формы к началу сплита по моим меркам. Ну, то есть, в общем, хороший, наверное, среднестатистически среди всех игроков, и надеюсь, что она будет расти вверх. У тебя такой интересный обновленный ростер играть с Дримпулей. Каково тебе вообще с нынешним коллективом? Как оцениваешь взаимодействие? На каком уровне? Ну, конечно, очень сильно обновленный. А вот с Эдиком и Дримпулом никогда не играл до этого. Нет, ну играл, конечно. Но человек нормально катает, коммуницирует, все дела. Дримпул топ-лейн танка Мейн Год. Всегда плюс 30 кс-а даже на Орне. Мне нравится пока что, но время покажет. Мы еще, конечно, тренировались много вместе, но на буткемпе не так много, и даже не все доехали еще, поэтому посмотрим. Когда у вас, кстати, буткемп застапится до конца? Когда наш АДшник сможет прорваться через блокаду. Когда доберется до России. Давай коротко прогноз у тебя попробуем вытащить. Касательно ваших амбиций на этот сплит. Вот куда целитесь? Наши амбиции всегда высоки, наверное, у каждого игрока, они свои, у коллектива. Это всегда победа, пока не проиграем. В Лиге Легенд это всегда так. Ты побеждаешь до того момента, пока не найдется команда, которая сильнее тебя. Надеюсь, что в этот раз она найдется попозже, чем обычно. Ну, даже если опустить вопрос, против кого конкретно вы играли, дебют для вас выдался буквально фантастический. Это было очень круто, приятно было наблюдать за такой быстрой, уверенной победой. Команде Control Pay говорим спасибо, вас поздравляем с победой и желаем удачи. Мои коллеги тоже присоединяются к этому поздравлению. И, собственно, спасибо большое еще раз за такую прекрасную игру. Я рад, я реально рад, что Даймонд возвращается и что будет он реально конкурировать, потому что тогда, когда мы смотрели на тот сплит, где он был в ОБГ, ой, не в ОБГ, прошу, да, в Гамбит, тогда было грустненько. Непонятно, что не получалось. У него, да, а вот у команды нет. И что конкретно не получалось, не до конца понятно. Но при этом команда выглядит сильно не только как, ну, как бы, единые личности, как игроки, но еще и как сама команда, то есть как такая связка. Многие, вот когда был анонс, получается, Team Spirit, сказали то, что Кира будет на коуче. Сразу посыпалась волна то, что вот, Кира брал долгий перерыв, у Киры не получится, как бы коуч из Киры никакой, давайте его обратно на мидлейн. Это не так. Команда работает хорошо, стабильно, то есть они не делают того, что делают сейчас большинство команд в леке, то есть получают преимущество и там до 40 минуты стоят, тянут. Захватили преимущество, закончили игру, все просто, хорошо сыграно. Да, реализовали темп, который они набрали с самого начала, и одна из самых быстрых игр. Но, опять же, у нас не так много есть и других матчей для сравнения пока что. Ну, может быть, у нас рекорды в этом сплите тоже будут. Знаете, что в этом сплите точно будет, что вы видели уже в прошлом. Наш партнер, самый вкусный и достаточно долгосрочный, Киткат, все еще вместе с нами, за что им большое спасибо. Ну, а мы уходим на паузу, есть перерыв, есть Киткат. Киткат